Всем привет! Вы на канале Alka Parfumer и сегодня будет обзор на Камю VSLP Elegance. Ну что, поехали! Прежде чем снимать обзор на этот коньяк, я запустил голосование у себя в сообществе на канале и предложил несколько вариантов, а точнее 5 коньяков VSLP, которые можно было бы с ними сравнить, которые остались после предыдущих выпусков. Это Большая Четверка французская и Шато де Монтифо. И, как ни странно для меня, больше всего голосов отдали за Шато де Монтифо. Ну а раз отдали больше всего голосов за Шато де Монтифо, то пускай будет этот тяжеловес. Почему, спросите, тяжеловес? Да потому что минимальный возраст спиртов у него 10 лет, а здесь минимальный возраст спиртов 4 года. Но это не страшно, как раз мы сможем распознать все огрехи Камю VSLP на фоне Шато де Монтифо, который, забегая вперед, скажу, что мне понравился. Здесь размещу ссылку на ролик про этот коньяк. Ну и главная категория у них одна – VSLP. Поэтому, как я обычно говорю, почему бы их не сравнить? Ну а теперь давайте разольем коньяк. Коробку я помял, поэтому начнем сразу с бутылки. Бутылка вот такого вот дизайна. Мне он не особо нравится. Мне не нравится эта крышка, которая исполняет роль Джиггера. Камю VSLP Elegance. 700 мл бутылочка, 40% крепость. Состав коньячной дистилляты выдержанной не менее 4 лет. Вода питьевая, подготовленная. И пищевая добавка, пищевой краситель Е150А. Классический французский состав. Дата розлива – 02.08.2017 года. Ну что же, пора вскрывать. Крышка пластиковая, винтовая. Как я уже сказал, выполняет роль Джиггера. То есть, производитель как бы изначально нам говорит о том, что это вариант коктейльный. Не люблю я винтовые крышки. Мне это сразу напоминает какое-то бухло. То есть, в голове сразу ощущение, что это коньяк такой напопить, а не для размышлений. Шато де Монтифо идет в такой вот тубе. Кстати, коньяк Камю, не помню, сказал или нет, идет в картонной коробке из плотного картона. Такая вот бутылочка, похожая на винную. Как вы видите, я уже изрядно распробовал этот коньяк. Итак, Шато де Монтифо ВИСОПИ. Тоже 40% крепость и тоже 700 мл бутылочка. Дата розлива – 15.01.2020 года. Единственное, что минимальный возраст коньячных дистиллятов тут 10 лет, как я уже сказал ранее. Крышка пластиковая. Пробка из прессованной крошки. Ну, а теперь пускай коньяк немного подышит. Ну, что же, коньяк уже подышал, и можно приступать к дегустации. И начнем с виновника этого выпуска с Камю ВИСОПИ. Что касается цвета. Цвет у них абсолютно одинаковый. Подкрашены они плюс-минус в равной степени. Ну, что же, приступим к аромату. Возможно, я дал мало постоять коньяку, и он очень скованный и зажатый на данный момент. И первый аромат, который бросается, это аромат глянцевого журнала. То есть, такой химический, краски, такой полиграфической. То есть, что-то вот именно напоминающее глянцевый журнал. Помимо этого, присутствует аромат цветущей липы, который чем-то схож с ароматом ландыша. Также присутствует такой сладкий, медово-фруктовый аромат. Но тоже с такими химическими нюансами. То есть, больше напоминающий аромат, наверное, какого-то жевательного мармелада. Такого фруктового. Помимо этого, на дальнем плане есть цитрус. И скорее, это вот такой горький грейпфрут. Да, определенно, это грейпфрут. Есть немножко аромата такого сливого яблочного компота. И, возможно, даже какие-то пряности присутствуют в аромате. А производитель, вроде как, говорит, что очень цветочный аромат. Но, кроме липы, ничего я в нем не чувствую. Вот где цветочный аромат. Вот здесь есть нироли. То есть, апельсиновый цветок такой, который такой травянисто-древесно-цитрусово-цветочный аромат имеет. Есть даже более интенсивный бело-цветочный аромат жасмина. Причем запах чая есть. И больше даже похоже на заваренный чай с жасмином. Помимо этого, абрикос. Тоже какой-то яблочный компот. И сладкая такая спелая груша в аромате. Аромат наглого выше, чем у этого коньяка. Ну, а теперь ко вкусу. Во вкусе есть тоже этот сливовый яблочный компот, который был в аромате. Такая ванильная сладость присутствует. Наверное, скорее ванильная пастила. Какой-то горький орех во вкусе присутствует. Наверное, скорее это грецкий орех. И цитрусовая горечь грейпфрута, которая была в аромате во вкусе, тоже имеет место. Что касается послевкусия, то оно у камювии супы непродолжительное. И на послевкусии остается компот вот этот вот. И грецкий орех. Ну, а теперь Шатода Монтифо на вкус. Вот сейчас на первом плане это такой терпкий, хорошо заваренный чай с жасмином во вкусе. Сразу можно сказать, что во вкусе бочки вот этой вот тонинности намного больше в Шатода Монтифо. А в камювии практически этого нету. Еле-еле заметно. То есть чувствуется разница минимального возраста спиртов. Такой спелый, сочный, сладкий абрикос во вкусе присутствует. Помимо этого есть и кисленькое яблоко, и сладкая груша во вкусе. И вкус грецкого ореха в этом камике тоже присутствует. Вот здесь уже в Шатода Монтифо послевкусие средней продолжительности. Намного дольше, чем в камю. И на послевкусии остается вот этот вот грецкий орех. И вылезает такое тропическое манго. На послевкусии. Очень интересно. Не знаю, есть ли смысл сравнивать их лоб в лоб. Тут и так как бы все понятно. Но давайте поиграем на нюансах. Может быть какие-то еще огрехи будут видны на фоне Шатода Монтифо у камю. На фоне камю в Шатода Монтифо еще появляется такая леденцовость в аромате. То есть леденцы и очень сильно выпирают вот эти вот цветы. То есть жасмин и апельсиновый цвет. На фоне камю он очень цветочный. А в камю просто на фоне Шатода Монтифо это вот грецкий орех теперь в аромате. И вот эта вот химическая составляющая глянцевого журнала. Ну и горький грейпфрут. Причем здесь тоже появляется грецкий орех, но звучание более благородное такое. В унисон с бочкой играет эта нота. А здесь такой горький грецкий орех, как будто просыревший такой и подпорченный. Даже вот эта химическая нота в какой-то аромат плесени, запах какого-то сырости и плесни трансформируется в такой аромат. Здесь помимо леденцовости еще фруктовость и медовость добавляются в аромате. И что самое интересное, как обычно бывает, бутылка, которая не так давно вскрыта, она обычно более интенсивный аромат имеет, чем бутылка, которая вскрыта достаточно давно. А тут все наоборот. То есть здесь намного более приглушенный аромат, а здесь он намного более интенсивный. В общем, наголову выше аромат у Шато де Монтифо, нежели у Камю. По вкусу в Камю тупо компот на фоне Шато. В Шато во вкусе и кислинка есть, и сладинка, и ореховость, и вот этот вот интересный привкус чая с жасмином. По финишу ничего не изменилось. Камю короткий, только компот и вот такой горький грецкий орех. Шато де Монтифо. Это вот такой благородный грецкий орех, переплетенный с нотами бочки. И манго, тропическое манго, и сейчас еще даже вылезли леденцы вот эти во вкусе на финише. Намного интереснее, и по продолжительности он дольше, то есть он средний скорее, нежели короткий у Камю. Теперь, что касается оценок. Шато де Монтифо у меня уже был ролик, и я ему поставил 82 балла. Так пускай остается. Камю я поставлю за аромат 19 баллов, за вкус тоже 19 баллов. Финиш тоже максимум на 19 баллов его тянет. Ну и баланс тоже максимум 19 баллов, потому что нельзя его назвать достаточно сбалансированным коньяком. Итого, соответственно, 76 баллов я ему ставлю. То есть 76 и 82. Помимо этого, хочу сказать по поводу цены. Цена обычно по акции за 0,7 бутылочку у Камю идет от 2,5 тысяч и доходит без акции аж до 5 тысяч. Что самое интересное, у Шато де Монтифо тоже самое. Это, кстати, еще один стимул был к тому, чтобы сравнить их. Шато де Монтифо по акции тоже можно взять за 2,5 и без акции доходит тоже до 5 тысяч рублей. Но вывод, по-моему, очевиден. Этот коньяк Камю ВСОП Элеганс я вообще никому не советую. Удовольствие от него вряд ли вы получите. А вот от этого коньяка вы получите удовольствие и его обязательно покупайте, берите, пробуйте. Я уверен, что вам он понравится. Особенно учитывая, что цена у них плюс-минус одинаковая. И не забывайте, что при этом и возраст минимальный. Спиртов здесь 4 года, здесь 10. В общем, мой выбор за Шато де Монтифо. Его вам советую к покупке. Камю ВСОП именно Элеганс не советую вообще ни по акции, ни без акции. В принципе, не стоит на него смотреть и брать. Ну, а на этом я хотел бы попрощаться с вами. Обязательно поставьте лайк, если еще не поставили. Если вы до сих пор еще не подписались по какой-то причине, подпишитесь. Напишите обязательно комментарий по поводу того, что вы думаете насчет этих коньяков. И всем пока!